Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «АНАПА. Регион». Я Татьяна Григорьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Профессионализм они оттачивают и на учениях, и ежедневно выполняют свой долг в защите «АНАПА» Анапского района. Когда профессия, каждый день борьба. Борьба с огнем. Анапских пожарных поздравили с профессиональным праздником. В этом году мы проводим в апреле. Теплое уже время. Естественно, они увидят совершенно другую «АНАПУ». Место встречи изменить нельзя. «АНАПА» в четвертый раз принимает форум «Гражданская консолидация» в этом году по новому направлению. Наш святой долг – благоустроить перед 9 мая могилки красноармейцев, погибших на полях сражений во время Великой Отечественной войны. Долг памяти. Анапская молодежь прошлась по дорогам славы, чтобы привести в порядок все памятники Великой Отечественной войны. Мне интересно попадать в какое-то нейтральное время, которое могло быть и 2000 лет назад, и 2000 лет вперед. Восточная сказка в буйстве красок. Картины в необычной технике исполнения представил в «АНАПе» краснодарский художник Валерий Блохин. Вся «АНАПА» уходит на майские праздники. Меню отпуск, жители и гостей курорта для городских служб – большая ответственность. Глава «АНАПы» Юрий Поляков провел совещание, на котором дал оценку готовности по всем направлениям. Традиционно 1 мая «АНАПа» встречает праздничным шествием. Действо красочное, но требует тщательной подготовки. Главное – обеспечение безопасности. С этой темы начинает опрос подчиненных глава «АНАПы» Юрий Поляков. Ему докладывают – полиция, казаки и народные дружины свой фронт работ знают. Подполковником Плеевым будет обозначена задача, расстановка, конкретно по маршруту движения колонны, будет потом, после обследования кинолога, будут расставлены сотрудники полиции, народные дружинники и казаки-дружинники. Количество определенное назначено, люди назначены, оповещены. В 7 утра лично на контроле буду я это держать. Ясно, спасибо. Майские праздники – репетиция начала сезона. В «АНАПе» ждут в эти дни не меньше 50 тысяч гостей. Оживает и вся потребительская сфера. Наталья Юрьевна, по потребительской сфере кто работает? Все кафе открываются? Не все. То есть где обратить внимание нужно? Где нужно заострить внимание? Глава города акцентирует – рейдовые группы по пресечению несанкционированной торговли должны работать ежедневно, в первую очередь на набережной. Санаторно-курортный комплекс тоже в фокусе внимания руководителя. Во-первых, порядок и подсветка на Пионерском проспекте. У каждой здравницы должны гореть огни. Вопрос номер два у меня. То есть мы с тобой ездили, смотрели Пионерский с этой стороны, я думаю, его подкашивать надо. Но удели, пожалуйста, сегодня, завтра внимание, Олеся, вот ту сторону. Симферопольское шоссе, да. То есть федералы, они же проходят метра четыре, а дальше что до забора остается. Общественный транспорт – еще одна составляющая комфортного отдыха. Ходить должен как часы, причем в вечернее время особенно, подчеркивает Юрий Поляков. Наведение порядка и саночистка в городе-курорте не прекращается ни на день. Покус травы, своевременный вывоз мусора и работа систем жизнеобеспечения – все это должно быть на контроле управления ЖКХ. В селе Витязево состоялось выездное заседание антинаркотической комиссии. Его возглавила исполняющая обязанности заместителя главы города Екатерина Боровская. Руководители и представители различных управлений и ведомств отчитались о проделанной работе за четыре месяца. Совместно с казачеством ведется работа по борьбе с суррогатным алкоголем и надписями, предложением приобрести кулительную смесь. Также стоит отметить патрулирование казаков благоречественного футера, поблагодарить их за работу, за взаимые действия. Огромную профилактическую работу по антинарка как в городе, так и в сельских округах проводит управление молодежи. Это и всевозможные акции, беседы, тематические круглые столы в учебных заведениях. Кроме этого, специалисты управления постоянно мониторят интернет и выявляют потенциально опасные ресурсы. На сегодняшний момент выявлено 102 ссылки за первый квартал с предложением о продаже наркотических обществ. Ссылки направлены в Роскомнадзор. В результате по 54 материалам пришли ответы о блокировке сайта. В весенний период активный рост набирают дикорастущая конопля и мак. Главам сельских округов поставлена задача выявлять очаги произрастания опасной травы и уничтожать ее совместно с наркоконтролем. Сегодня в Центре культуры Родина чествовали тех, кто каждый день находится на передовой борьбы с огненной стихией, кто проявляет доблесть, мужество и отвагу ради спасения человеческих жизней. Личный состав Анапского пожарно-спасательного гарнизона поздравили с 369-й годовщиной создания пожарной охраны России. У этих людей судьба каждый день испытывает на прочность и профессионализм. Бесстрашие, товарищеская помощь и взаимовыручка, самопожертвование и сострадание чужому горю – главные качества работников пожарной охраны. И сегодня поздравления принимают те, кто связал свою жизнь с благородной профессией. Особая признательность ветеранам службы, которые сегодня делятся бесценным опытом с молодыми сотрудниками. Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в вашей нелегкой службе, уверенности в завтрашнем дне. Глава муниципального образования города Анапа Юрий Федорович Поляков. Благодарности от главы города и главного управления МЧС. Почетные грамоты от Совета муниципального образования, медали, нагрудные знаки. Всего наград были удостоены порядка 50 человек. Среди них не только огнеборцы, но также инженеры, водители, делопроизводители, спасатели. Особое внимание ветеранам пожарной службы. Людмила Бурнайкина посвятила работе по противопожарной безопасности почти 40 лет. Буквально с завтрашнего дня она уходит на заслуженный отдых, но со структурой не прощается. Будет возглавлять Совет ветеранов пожарной службы. Анатолий Маврин также в профессии не один десяток лет. И сегодня, как и многие другие ветераны, получает медаль «Пожарная охрана России». Спасание людей – это же благородно, это же чудесно. Когда люди попадают в критическую ситуацию, не знают, что делать. И когда сильная рука пожарного приходит на помощь. Высокую оценку работе Анапского пожарно-спасательного гарнизона дает и высшее краевое руководство. Прошедшие недавно в поселке Актырском краевые учения пожарных показали, что наши огнеборцы – одни из лучших. Все подразделения понимают, что в зоне их ответственности огромное количество и мест отдыха, и здравницы, где отдыхают дети со всей России, приезжающие со всех регионов и ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому зона ответственности очень велика. И, соответственно, профессионализм они оттачивают и на учениях, и ежедневно выполняя свой долг в защите Анапо-Анапского района. Пожелать хочется крепкого здоровья, успехов, семейного благополучия, и чтобы, как мы говорим, сухих рукавов меньше работы и больше отдыха. Весь вечер со сцены звучали поздравления и слова благодарности. Творческие коллективы курорта подарили свои лучшие номера. Завершилось чествование пожарных гимном МЧС, который исполнил коллектив «Дорога добра». МЧС, в нас вся Россия влюблена, Ее мы вера и надежда, Она в сердцах у нас одна. Руслан Душевский, Анапа-регион. В Анапе открылся четвертый форум «Гражданская консолидация». Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья со всего Краснодарского края делятся опытом, создают проекты. Главная тема площадки 2018 – добровольческая деятельность. В этот раз подкорректировали формат, чтобы оставить больше времени на общение и прогулки по курорту. Песня «Дорога добра». Со сцены звучат песни о дружбе. Тех, кто находится в зале и тех, кто выступает на сцене, уже смело можно назвать друзьями. Третий год подряд в Анапу приезжают представители всех 44 муниципалитетов Краснодарского края. Мы рады, что Анапа до сих пор остается такой очень хорошей площадкой для взаимодействия. Ведь не даром форум называется «Гражданская консолидация». То есть подразумевается, что объединение всех усилий для того, чтобы получать максимальное количество полезной информации. Гражданская консолидация подразумевает взаимодействие для того, чтобы решать какие-то проблемы, сложности, преодолевать их. В этот раз решили отказаться от пленарного заседания в пользу интерактивных занятий, тренингов, а также экскурсий и просто прогулок. Специально перенесли дату проведения на месяц вперед. На самом деле уже видно даже по участникам, те, которые не первый год приезжают, они намного уже адаптивнее, они намного, скажем так, сплоченные, у них есть уже свои проекты. В этом году мы проводим в апреле, теплое уже время. Естественно, они увидят совершенно другую Анапу. И надеемся, что это тепло поможет им в жизни на долгие годы. Елизавета из Краснодара. Она учится в Кубанском госуниверситете на Архивариуса. Пишет стихи, занимается рукоделием, любит путешествовать. Ей помогает Грейси. Днем они прогулялись по Анапе, сходили к морю. Отлично. Просто никаких преград, все очень доступно. И даже с собакой, пока везде пускают. И до моря ходили. Очень удобно, ровная тропинка выложенная. Не за что споткнуться. И собаке удобно вести. Все очень-очень доступно. Главная тема форума – добровольчество. Работали три площадки, посвященные экологии, помощи в организации спортивных мероприятий и любых других событий. Ленки-французы, которые только-только выучили несколько слов на русском языке, они никак не могли у себя в голове сложить коридор, ручьем, пошли играть. Мы их просто взяли за руки и вышли играть в коридор. Но потом по фотографиям тоже было видно, но люди настолько ввели, и было ощущение, что они с самого детства в нее играют. Участникам форума рассказывают про то, как создавать для иностранных гостей непринужденную обстановку. Здесь и Елизавета. По ее словам, форум очень полезен для саморазвития. Добровоческая деятельность ей интересна. Я могу помогать людям, говорить, куда нужно идти, если я знаю местность. Подсказывать, где какие заведения находятся. Вместе с тем форум – это площадка для общения. Общественник Казанапа Никита Ванков и Петр Беленков из Курганинска познакомились здесь три года назад. С тех пор общаются в социальных сетях. Петр сочиняет и записывает музыку. Никита – тренер по парадайвингу. В принципе, хотелось бы попробовать, но немножко еще как бы сомневаюсь. Зря сомневается. Однозначно зря. Я думаю, когда Петр первый раз попробует погрузиться, он примет решение о переезде в Анапу. Форум состоялся как площадка и стал местом встречи, которое уже изменить нельзя. Александр Ребека, Михаил Григорьев и Роман Беркалиев. Анапа. Регион. Дорогами славы. Анапа присоединилась к краевой патриотической акции по благоустройству памятных мест. Задача к 9 мая привести в порядок все памятники, обелиски и братские могилы. В Анапском районе их порядка 40. Сегодня на курорт прибыла специальная краевая комиссия, чтобы оценить ход работ по подготовке ко Дню Победы. Парк 70-летия Победы – станица Анапская. Здесь проводятся основные военно-патриотические мероприятия и митинги. Памятное место стараются поддерживать в чистоте круглый год. Но перед самым главным праздником страны обязательно генеральная уборка. Это наша, скажем, обязанность, наш святой долг – благоустроить перед 9 мая могилки красноармейцев, погибших на полях сражений во время Великой Отечественной войны. То самое маленькое, что мы можем для них сделать – привести в порядок их могилы. Накануне обновили сам мемориальный комплекс, где нужно подбелили и покрасили. Сегодня школьники очистили территорию от мусора и сорной травы, полили деревья и цветы, подмели дорожки. Важно убираться, отдавать, так сказать, дань нашим предкам. Они нас защищали, погибли за нашу свободу. За ходом работы следит Краевая комиссия. Кроме станицы Анапска, специалисты побывали в Виноградном, Юровке, Джигинке и Уташе. По мнению руководителя Таманского филиала Краевой и Крейсерской парусной школы, анапчане очень ответственно отнеслись к благородной миссии. Процентов в 90 готово. То есть молодцы, все молодцы. Молодцы взрослые, молодцы дети, молодцы организаторы. Ну, я думаю, что это национальная гордость. 9 мая – это наш любимый праздник всей страны. Всего в рамках акции «Дорогами славы» в Анапе приведут в порядок около 40 памятных мест. Однако следить за их состоянием продолжат и после 9 мая. Все памятники закреплены за школами и военно-патриотическими клубами. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Мы знаем о войне лишь понаслышке. Под таким названием в Доме культуры села Варваровка состоялся конкурс, посвященный Великой Победе. В нем приняли участие порядка 20 лучших чтецов субсекского сельского округа. Книжку сожги и допросу конец. Нет, не сожгу, отвечал комсомолец. Пусть лучи сердца сожжет мне свинец. Кириллу Копотеву 7 лет. Он самый младший участник. Несмотря на юный возраст, школьник сумел проникновенно прочитать стих «Комсомольский билет», никого не оставив равнодушным. Члены жюри единогласно присудили ему первое место. Мама мне сказала участвовать, я и захотела участвовать. И бабуля мне такое выбрала. У меня эмоции сильно вызвало. Участвуют школьники от 7 до 15 лет. В конкурсной комиссии местные писатели и поэты, по словам организаторов, количество участников и уровень их подготовки в этом году значительно выросли. Ребята первой возрастной группы с 7 до 9 лет, у них большие стихи, и они очень проникновенно их прочитали. Это память, которую мы должны старшее поколение передавать младшему. И младшее поколение. Будут у них дети, они им должны, чтобы на самом деле эта трагедия никогда не повторилась. Победители определили в двух возрастных группах. Все они получили грамоты и памятные призы. Для жителей Субсекского сельского округа конкурс стал первым в череде мероприятий, посвященных Дню Великой Победы. 1 мая они придут к памятнику Дмитрию Калинину на митинг, посвященный 75-летию высадки десанта. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. 1 мая в Анапе временно изменятся маршруты общественного транспорта. В период шествия праздничной колонны по улице Крымской движение автобусов по маршрутам регулярного сообщения будет осуществляться по улицам Новороссийская и Шевченко. Само шествие колонны трудовых коллективов стартует в 10 часов и пройдет по центральным улицам города на театральную площадь, где сразу после демонстрации начнется праздничный концерт. В 11.30 возле сценической площадки на улице Горького можно будет насладиться творчеством муниципального духового оркестра. А в 12.00 все желающие приглашаются в городской театр на юбилейный концерт «Весенний арт-парад» образцово-художественного ансамбля песней и танца «Солнышко» и народного музыкального шоу-театра «Артсоюз». Праздничные мероприятия охватят и все сельские округа. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте администрации города или на нашем anaparegion.ru. На театральной площади вновь развернулась интерактивная игровая площадка. Управление по делам молодежи совместно с Молодежным центром 21 век и Центром патриотического воспитания «Ратмир» организовали акцию в рамках Российской недели добровольчества. Жители и гости города-курорта смогли почувствовать себя средневековыми рыцарями, приняли участие в лыжных гонках и даже освоили новый вид спорта. Эта игра называется «Флорбол». Ее правила сродни обычному хоккею, однако для игры не нужен лед и полная экипировка. На интерактивной площадке поиграть во флорболы на пчане смогли впервые. Необычный вид спорта сразу заинтересовал детей и подростков. Этот вид, он отлично заменяет хоккей, он не требует ничего практически. Шорты, футболка, кроссовки, все. Клюшки у меня все есть в инвентаре. Подобные мероприятия Управление по делам молодежи старается проводить как можно чаще, чтобы разнообразить досуг молодежи. Хотя в играх и конкурсах с удовольствием принимает участие и взрослое поколение. Все зависит от того, как много людей в этот момент находятся здесь на площади, но так или иначе, когда начинают видеть, слышать, тут работает такой эффект, что «Агата, что-то интересное, давайте подойдем». Люди набираются рано или возно, просто всегда должны быть какие-то первые, которые начнут и за ними подтянутся остальные. Интерактивные досуговые площадки будут работать в течение года на всех городских праздниках. Ближайшие 1 мая и День Победы. Восточная сказка в работах краснодарского художника, известного не только в России, но и за рубежом. В Анапе открылась выставка «Валерия Блохина». С помощью особой техники он передает неповторимую атмосферу самых экзотических стран. Необычная композиция. Большая часть пространства в полумраке. По словам автора, он символизирует исторические пласты, по которым несутся персидские всадники. Сами работы скорее вне времени и даже пространства. 11 картин – малая часть серии под названием «Шелковый путь». Вдохновение пришло в середине 90-х годов с первыми поездками в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток, где сильно влияние традиций, и поэтому есть много живописных уголков, где люди живут так же, как и сотни, а то и тысячи лет назад. Я иногда себя пытаюсь останавливать, а все равно мозги там. Бесконечная тема. Сочность, красота костюмов. Я же смотрю не столько на какие-то именно национальные признаки, а сколько на историю развития костюма, например, как цивилизации, развития цивилизации. Мне интересно попадать в какое-то нейтральное время, которое могло быть и две тысячи лет назад, и две тысячи лет вперед. Флейтисты в легкой дымке. Она кажется осязаемой. Если присмотреться, то из нее проступают лица. Техника создает дополнительное ощущение физического пространства. Здесь тонкое переплетение абстрактной и классической живописи. Погонщик верблюдов, та же абстракция и немного символизма. Специальная техника позволяет передать, например, динамику бушующего моря. Масляные краски наносятся, затем смешиваются прямо на холсте, кистью, мастихином или даже руками. Я начинаю работать абстрактно. То есть размешиваю краски, разбрасываю по холсту, потом их упорядочиваю, потом привожу в порядок, чтобы это, с одной стороны, было динамично, с другой стороны, чтобы это было равновесие и чтобы какой-то цвет преобладал. На выставку пришли ценители искусства по приглашению галереи. Вера Филимонова – художник-любитель. Одна из работ, которую она отметила особо, при том, что каждая картина вызывает у нее свои неповторимые эмоции. Цветовое решение, пространство, композиционное, интересно выполнено. В основном эмоции – нравится, не нравится. Вот мне нравится. Мне очень нравится, я в восторге. Поэтому здесь сложно говорить, я не такой профессионал, чтобы какие-то детали обсуждать. Работы Валерия Блохина приобрели музеи по всей России – от Красноярска до Москвы и Краснодара, а также Сочи. Их можно увидеть в Германии, Чехии, Турции, Хорватии, галереях Шри-Ланки и Перу. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. До новых встреч в эфире. Акси Кавказ от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Акси Кавказ.